Кухня Привет! Меня зовут Ксения Сидорова. Мой проект называется «Кухня». Я в нем рассматриваю биографию Нефертити как исторической личности, ее материального воплощения в виде бюста, и совмещаю с контекстом кухни как центра повседневной жизни, внутри которой и выстраиваются мужские и женские взаимоотношения. В кухне место, где работают, она своего рода арена борьбы, пространство изменения состояния и территория превращений. Застольный этикет традиционного общества, как правило, отводил женщине роль второго плана. Будучи автором приготовленного, в самом застолье она часто не могла участвовать. Традиционная женская практика заботы о семье не давала ей равных прав с мужчинами и возможности своей самореализации в публичном пространстве. Приглашаю вас посмотреть выставку. Воспользуйтесь аудиогидом и пройдите сначала в комнату слева от вас. При патриархальном укладе кухня – женское место, но в проекте здесь властвуют мужчины. Все они связаны бюстом Нефертити, выступающим трофеем, за который происходит ожесточенная борьба. Нефертити здесь как важное культурное и политическое орудие манипуляции, которое формирует под собственные цели разные исторические личности. В качестве поваров выступают Аминхотеп IV, Людвиг Борхард, Адольф Гитлер, Захи Хавас. Прямо напротив входа находится портрет Аминхотепа IV Эхнатона. Он муж Нефертити – древнеегипетский фараон из XVIII династии. Его правление известно значительными религиозными и политическими реформами, которые после смерти правителя были отвергнуты. Нефертити играла важную роль в религиозной жизни Египта того периода, сопровождая супруга во время жертвоприношений, священнодействий и религиозных празднеств. На стене справа от входа – портрета Людвига Борхарда, германский археолог, который в первую очередь известен как человек, открывший Нефертити. Обнаруженный командой египтолога Борхарда Бюст-царица Нефертити в 1912 году, впоследствии обманом вывезен в Германию. Слева от входа – портрет Адольфа Гитлера. В 1935 году Адольф Гитлер окончательно отказался от плана вернуть Бюст-нефертити в Египет, потому что он в него влюблен. В некоторых источниках упоминается, что фюрер называл ее «Моя Германия». Ходили легенды, что Бюст стоял у него в кабинете. До сих пор Бюст-нефертити официально принадлежит фонду прусского культурного наследия и находится в постоянной экспозиции в отдельном зале нового музея в Берлине. На оставшейся стене портрет Захи Хаваса. Он египетский археолог, историк Древнего Египта, бывший генеральный секретарь Верховного Совета Древности Египта. Он в том числе является одним из главных активистов, занимающихся вопросом возвращения Египта археологических объектов. В 2010 году он призвал туристов бойкотировать сразу несколько европейских музеев, отказывающихся от реституции египетских культурных ценностей, в том числе новый музей в Берлине. В столовой можно заметить семейные фотографии влиятельных политиков, представляющие картину сплоченности и семейных ценностей. Здесь происходит размеренный диалог главных хозяек дома разных исторических эпох. Нефертити, Александра Федоровна, Жаклин Кеннеди, Иоанна Барнабич. Первые три женщины принадлежат патриархальной модели семьи. Также в комнате присутствует семейный портрет современной женщины, политика, которая занимает одну из лидирующих позиций в своей стране. Прямо напротив входа находится семейный портрет Нефертити. Она была главной супругой древнеегипетского фараона Менхотепа IV, Эхнатона. В семейном союзе родилось шесть дочерей. Отсутствие царицы сына, наследника царского престола, могло сказаться на ухудшении взаимоотношений внутри царской семьи. На 12-м году правления Эхнатона Нефертити исчезает с исторической арены. По некоторым заявлениям ученых, сына Эхнатона пытались родить две его старшие дочери, но они тоже родили дочерей. На стене справа от входа семейный портрет Александры Федоровны. У нее был брак по взаимной любви с императором Николаем II. Императрица родила подряд четырех дочерей. В семье также остро ставил вопрос о наследнике престола. Наконец появился пятый ребенок и единственный сын, родившийся с наследственным заболеванием. Это событие сильно повлияло на саму Александру Федоровну и еще больше обострило непростые отношения с родственниками и приближенными к царской семье. Слева от входа, над камином, находится семейный портрет Жаклин и Джона Кеннеди. Они были одной из культовых пар в американской культуре. У пары было двое детей. Благодаря уму и обаянию, жена президента была популярна среди политиков, дипломатов и простых граждан. Жаклин пришлось мириться с постоянными изменами мужа. На нижней полке шкафа для посуды стоят чашки с семейными портретами Анны Барнабич и ее возлюбленной. Анна Барнабич – сербский политик. Она стала первой женщиной, возглавившей правительство Сербии, а также первой открытой ЛГБТ-персоной на этом посту. Анна живет в гражданском браке с женщиной. Однополые браки в Сербии официально не признаются. По данным СМИ, отношения премьер-министра с представителем местного ЛГБТ-сообщества также напряжены. По их мнению, она делает недостаточно для защиты прав геев. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова